Девушки отдыхают В течение двух недель каждое утро участников фестиваля, а их собралось рекордное количество, 30 тысяч человек, начиналось с тренировки. Желающие соревновались в спортивном марафоне. О правильном питании рассказывала нутрициолог. Для ребят проводились мастер-классы, интервью с интересными людьми города, а также зажигательные шоу-программы. Все в режиме онлайн. У нас было выступление кавер-группы «Крутой всем по барабану» с Сургута. Также у нас сейчас в данный момент идет выступление диджея, закрытие Дня молодежи. В течение недели тоже выступали артисты Андрей Бонс. Это начинающий рэп-исполнитель, восходящая звезда в городе Сургуте. В День молодежи прошло награждение самых активных участников фестиваля, а накануне праздника устроили фотобатл и голосованием выбирали мистера и мисс День молодежи 2020. Фестиваль, мне кажется, очень классная площадка для нашей молодежи, потому что не в каждом маленьком городе встретишь такую активную, продвинутую молодежь, которая будет на передовой в каких-то мероприятиях, движениях, даже в таких сложных условиях, как карантин, когда все сидят дома, нет никаких открытых движений. И вот эта вот возможность, которую подарил город, ребята, которые настолько, как сказать, настолько деятельные, как вы выразились, они прям дают такой толчок и энергию, это прям очень классно. Мистером Дня молодежи стал Адриан Черниченко. Молодой человек успевает все – учиться, работать, писать музыку и снимать клипы. Адриан честно признался, что победить фотоконкурсы ему отчасти помогли друзья. Я просил своих друзей с университета, как обычно это делается. Я не ожидал победы, серьезно. Я даже не пытался кому-то из друзей присылать больше. В одну беседу отправился. Также дипломы и подарки вручили победителям спортивного марафона и интеллектуальной игры «Мозгобойня». Мария Сераева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».